Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал ОМАРКЕТС, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Мы продолжаем следить за тем, что происходит с долларом. Индекс американской валюты 91.81. Как и ранее отмечалось, не хочется накаркать, но судя по всему доллар уже полноценно развернулся и после небольшой проторговки на локальных уровнях при появлении дополнительных триггеров все-таки пойдет вниз, друзья. Потому что каждый раз, когда у нас сейчас есть возможность объективно оценить все-таки политику американского регулятора, мы убеждаемся в том, что она осталась точно такой же стимулирующей, как и раньше. А если раньше мы использовали стимулы, абсолютно логично, чтобы доллар продать, конечно же, ничего не изменилось и сейчас. Сегодня на повестке экономического календаря блок данных из штатов. Это заказы от длительного пользования, это годовые данные по ВВП и первичные заявки на пособие по безработице. При всем уважении к первым двум релизам я рекомендую сегодня все-таки сфокусироваться на данных по первичным заявкам, потому что это отчет, который характеризует американский рынок труда. Считаю, что объективно можно анализировать эти цифры, еженедельные данные, четыре отчета в месяц, чтобы так вот планомерно выходить на показатель по нон-фарм перелса. Ни в коем случае не нужно недооценивать этот релиз. Значимость его сейчас повышена, поскольку в ходе своего выступления в Конгрессе во вторник Джером Пауэлл довольно однозначно прокомментировал действия регулятора, которые будут зависеть от прогресса на американском рынке труда. Пару слов опять же о том, что мы слышали от Пауэлла. Ну, во-первых, нужно сказать то, что он охладил рынки касательно сроков повышения процентной ставки и сворачивания программы количественного смягчения. Во-вторых, можно сказать то, что он успокоил трейдеров и инвесторов и явно не позволил наседать тем трейдерам, которые активно скупали доллар и рассчитывали, что вот-вот войдут в очень перспективную сделку по продаже американского фондового рынка. Насдака, S&P и Dow Jones. Соответственно, поскольку не последовало продолжение тех трендов, которые мы видели после прошлой среды, мы снова выходим на риторику, такую откатную именно Федрезервы и Пауэлла о том, что еще не время, чтобы закладываться под ужесточение денежно-кредитной политики. Пауэл, конечно же, очень много говорил про инфляцию. Причем он говорил о ней в плоскости того, что инфляция более устойчива, и ее рост и, может быть, даже сейчас при текущих значениях инфляция оказалась выше, чем думал ФРС. Но тут же Пауэлл отметил, что изначально регулятор прекрасно понимал, что те форс-мажорные, их по-другому не назвать, факторы, которые привели к росту инфляции, это снятие карантинных ограничений, высвобождение потребительского спроса, рост заработных плат за счет того, что бизнес конкурирует за скудные, свободные трудовые ресурсы, готовые идти на работу сейчас, и проблема с снабжением, с логистикой, кризис или, мне нравится больше слова, шок, предложение. Это все временные факторы, друзья. Я надеюсь, ранее в ходе своих прошлых эфиров, вебинаров я вас убедил, что все эти факторы действительно временные, потому что много времени потратил на то, чтобы разложить по полочкам влияние каждого из них. И поскольку это временные факторы, форс-мажорные факторы, заранее невозможно было представить, насколько они могут разогнать инфляцию. ФРС просто отмечал, что инфляция вырастет и локально окажется выше целевых, может быть, даже существенно выше целевых значений, как, собственно, сейчас и происходит. Но в заключение Паул дал понять, что текущий рост инфляции это не угроза для регулятора и для экономики. Это не причина, из-за которой ФРС должен сейчас панически бросаться к инструментарию и пытаться что-либо подправить, скорректировать в экономике, чтобы остановить рост инфляции. В этом нет никакой необходимости. Для американского регулятора сейчас имеет большое значение, возвесь всех вот этих факторов. И наибольший приоритет ФРС сейчас делает, конечно же, на рынок труда, с которым очевидные проблемы сохраняются. Друзья, если сегодня по факту первичных заявок на пособие по безработице мы снова увидим цифры выше 400 тысяч, я думаю, что доллар продолжит валиться вниз, потому что такой отчет сразу же можно будет отнести к категории провальных релизов и где? В самом важнейшем секторе американской экономики, которые напрямую влияют на будущее решение ФРС по процентной ставке. В итоге, друзья, у нас получается пока что, что стимулирующая политика остается в приоритете. Кстати говоря, во время своего вчерашнего выступления бывшая глава ФРС, Джанет Йеллен, повторила то, что позиция ФРС не изменилась. И она поддерживает Паула в том, что еще не время касательно ужесточения политики отказа от экономических стимулов. Для кого-то прогресс может показаться значительным, но если сейчас создать все условия, при которых даже в ближайший год чуть больше, при которых бизнес будет более закредитован, обслуживать долговые обязательства станет сложнее и у предприятий не будет возможности багрить свои, пока что пользующиеся меньшим спросом долговые облигации, тогда весь этот прогресс, он будет в очень короткие сроки нейтрализован. И все, что экономике удалось набрать за последний год, все это будет возвращено опять же в период в первые месяцы после ковида, когда мы говорили о серьезнейших проблемах для американской экономики. Я ставлю на дальнейшее ослабление индекса доллара и жду американскую валюту ниже 91 пункта. Рынок нефти 74,54. Мы вчера снова видели бренд выше 75 долларов за баррель. WTI также растет на многолетних максимумах. Ждали отчет по запасам, он не разочаровал, запасы снизились на 76 миллиона. Это лучше, чем прогноз. Прогноз предполагал снижение всего лишь на 3,5 миллиона. Обращаю внимание, друзья, что по данным именно прохода пассажиров через пункты досмотра в аэропортах, статистика указывает на то, что средний дневной трафик превышает 2,1 миллиона человек. Это максимальные показатели с начала пандемии. Значит, спрос естественный, мы видим это в цифрах, продолжает расти. Единственный риск для нефти заключается в том, что на предстоящей встрече ОПЕК, которая состоит с 1 июля, страны ОПЕК могут согласовать дополнительной рост добычи. Но на сколько? На 500 тысяч баррелей, мне кажется, это просто капля в море. Это незначительный объем, тем более, что мы настраиваемся на очень высокий, хороший аппетит со стороны мировой экономики. И 500 тысяч, а она легко переварит. Я не думаю, что сейчас нужно отказываться от лангов. Буду искать новые точки входа для перезахода, потому что раньше мы сделали тейк-профит. Если вы в лангах, держите, друзья. Евро против доллара. Спекулятивный шорт все еще актуален. Смотрим на рыночное настроение. Пока позиционирование не изменится, пока трейдер не перевернутся. Я имею в виду толпа. Есть еще возможность дожать до отметки 1,18. Даже, в принципе, текущая динамика евро после роста мы все-таки резко снижаемся. Говорит о том, что не добили еще до локальных минимумов. Цель 1,18 актуальна. По фунту сегодня супер насыщенный день, супер четверг, как называют, потому что заседание Банка Англии, процентные ставки, протоколы, прогнозы и так далее. 14.00 по московскому времени. Я думаю, что не нужно сейчас негативить особо из-за штамма дельта, из-за того, что были перенесены сроки полного снятия локдауна, а это все уже отыграно в негативе по фунту. Сегодня могут быть сигналы о том, что последний рост инфляции заставит Банк Англии рассмотреть возможность небольшой корректировки денежно-кредитной политики. Вот если в таком формате мы что-то услышим, то фунт может показать сегодня хорошую восходящую динамику. Я предлагаю использовать отложку buy limit с отметки 1,3920. Ну и напоследок фондовые рынки, которые нас радуют. Друзья, S&P 500 4241 пункт. NASDAQ я не удержался, купил еще и этот индекс 14300 пунктов в моменте. Цель крутая, 15 тысяч. Акции роста сейчас превалируют над акциями стоимости. Я думаю, что на фоне того ралли, который даже мы видим сейчас по акциям технологических компаний, посмотрите, Tesla снова восстанавливается. У NASDAQ есть очень хорошие шансы добраться до... Не раз еще переписать исторический максимум. И евросток с 4079 пунктов здесь тоже в лонг-приоритете. Друзья, очень много индексов было накануне. Производственные индексы по еврозоне, европейским странам. Везде максимумы. Причем в некоторых случаях, например, как по экономике Германии, еврозоны в целом максимум по производственному сектору за последние 10-12 лет. Это последствия снятия карантинных ограничений и высоких темпов кампании по вакцинации. В общем, евросток также остается в длинных позициях. На этом все. Хорошей торговой сессии. Всем пока.